Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Первая ласточка нового квартала из семи девятиэтажек. В городе спутники Жабинки заложили капсулу фундамент первого в городе девятиэтажного жилого дома для брещан и жителей Жабинки и Жабинковского района. Брестские строители и проектировщики подходят к работам на участке, названном условно ЮЗМР-1. Уже в феврале здесь должны приступить к первому этапу работ. Под застройку нового микрорайона выделено больше 30 гектаров. Здесь будут возведены многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными торгово-бытовыми помещениями. Молодой праздник для прекрасных дам. День женщины-врача отмечают в Беларуси. Материал Анастасии Мелешкевича, врачи-комбусциологи ожогового отделения Брестской областной клинической больницы Светлани Воронцовой. О человеке, который получает удовлетворение от того, что может помочь людям. В эфире на БУК-ТВ еженедельная программа «Итоги недели». И сейчас обо всем по порядку. Пока одни стремятся жить в мегаполисах, другие мечтают о тихом и уютном населенном пункте. Спокойная и размеренная жизнь, близость к природе, отсутствие шума и суеты, чистый воздух и прекрасная экология становятся для многих весомым аргументом в пользу проживания в районных центрах. Именно поэтому идея о строительстве жилья для брещан в городе-спутнике Бреста Жабенке оказалась успешной. Об этом говорит прежде всего высокий спрос на квартиры в районном центре в строящейся девятиэтажке по улице Мира. Возведение объекта, согласно паспорту, планируется завершить в рекордные семь месяцев – с января по июль 2022-го, а значит, ждать новоселье осталось совсем недолго. Мероприятие, на котором состоялась закладка капсулы с посланием потомкам, посетили представители вертикали власти, депутаты, жильцы будущего дома, а также наша съемочная группа. Тихий, экологичный, зеленый город Жабенка с населением чуть более 13 тысяч человек уютно расположился на западе Брестской области. Компактность, при этом развитая инфраструктура, шаговая доступность объектов сервиса, торговли, медицины, образования, наличие железнодорожного и общественного транспорта до Бреста по низкой цене – весомые далеко не единственные аргументы, чтобы перебраться сюда на постоянное место жительства из областного центра. В чем преимущество именно для брещан строительства квартир именно в Жабенке? В том, что это первое, они имеют право льготного кредитования под 5-процентный кредит, независимо от даты постановки на учет и независимо от состава семьи. Второе, то, что в городе Бресте имеются проблемы, проблемы имеются по получению направлений в детские сады, здесь вы убедились в том, что на самом деле строится новый совершенно детский сад на 240 мест и будет открывать свои, как говорится, двери в августе этого года. Это практически в шаговой доступности, здесь вы видите, что в 50 метрах новый современный с бассейном детский сад. Следующее преимущество – это то, что в шаговой доступности находятся школьные заведения, поликлиника, городской парк, совсем необходимые атрибутики для активного отдыха. То есть там расположены стадионы, там расположены спортивные снаряжения, там имеется возможность погулять с колясками, по аллее посидеть на лавочке в зеленой зоне отдохнуть, имеется озеро. Эти преимущества уже оценили будущие жильцы первой девятиэтажки в районном центре. Они с нетерпением ждут сдачу объекта и пришли на торжественное мероприятие, посвященное началу его возведения, на котором фундамент постройки была заложена капсула с посланием потомкам. Я представляю уже свою комнату, думаю, я очень рада, что мы будем жить со своими стычками вместе. Садики есть, магазины есть, вот садик тоже строится. Ну, что сказать, вроде бы неплохо. Доступно, как вы считаете? Да, конечно, доступно. Сократили нам кредит на жилье, в котором сейчас мы проживаем. То есть платить совсем копейки. Одним словом, просто я счастлив, что мы это дождались. Мы около года почти стали. Вот родили третьего ребенка. Посчастливилось быть первыми девятиэтажками. Строительство было начато в январе, а планируется завершить его в рекордные семь месяцев до июля 2022-го. На 72 квартиры, среди которых 18 однокомнатных и трехкомнатных, а также 36 двухкомнатных, очередь из желающих. Застройщик отвечает за высокое качество. Дом панельный по последним технологиям из современных материалов. Это новые современные дома, трехслойные панели утепленные. Очень теплый дом, очень теплый дом. Хорошие квартиры, с большими кухнями. С учетом того, что в санузлах уже монтируются и стиральные машины сразу же, трехкомнатные квартиры будут отдали для жабинкомцев, а вот эти двуходнокомнатные квартиры это для жителей города Бреста. Программа сотрудничества городов-спутников наших городов наполняется конкретным содержанием. Это все будет способствовать еще большей нашей взаимной интеграции и уверен, что в результате этого сотрудничества комфортность жизни и в городе Бресте, и в городе Жабинке только будет улучшаться. В этом нет никаких сомнений, ведь общий автобус по цене проезда городского и новый дом, заселение в который планируется уже в августе, это лишь первое, но далеко не последнее совместные проекты. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели» из города спутника Жабинка. Продолжается строительство и в областном центре. Сейчас все активнее идет освоение территорий, которые использовались нерационально или вовсе были запущены. Там сейчас проектируются новые жилые кварталы, так как потребность в жилье существует. Так уже в феврале в областном центре начнутся работы по освоению участка в районе Юго-Запад-1. Большой план разработали архитекторы для того, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся площади. Но не только жилая застройка в приоритете. Так как город развивается, ему все больше становятся необходимыми дополнительные объекты, которые позволят поддерживать инфраструктуру и состояние областного центра в надлежащем виде. Например, котельные. Какие территории в ближайшее время будут освоены и что планируется здесь возвести? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Платницкой. Строительство – это одна из тех тем, которые для областного центра продолжают быть актуальной в контексте рационального использования имеющихся территорий. Так постепенно строители и проектировщики подходят к работам на участке, названном условно ЮЗМР-1. Его территория ограничена Варшавским шоссе, улицами Грибоедова, Мытной и еще одной, пока не названной. Как рассказали нам в управлении капитального строительства, уже в феврале здесь должны приступить к снятию плодородного слоя почвы. Дальше – подвод коммуникаций и после – фактическая застройка. Снятие растительного слоя грунта для использования в последующем для озеленения того же микрорайона, ну и подсыпка территории микрорайона до отметок, которые не позволят в будущем делать подтопление этого микрорайона паводками водами. Это вот такой как раз подготовительный этап, в первую очередь строительства этого застройки, этого микрорайона. Буквально вот мы действительно в феврале месяце уже приступим к освоению этой территории. Да, глобальность и масштабность проекта ощутимы. Это показывает визуализация, сделанная архитекторами. Под застройку нового микрорайона выделено более 30 гектаров. На территории ЮЗМР-1 будут возведены многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными торгово-бытовыми помещениями. Запроектирован многофункциональный общественный центр, предусмотренные площадки под бизнес-помещения. Юго-Запад-1 замыкает городское строительство на данном участке. Пока здесь пустырь, однако в ближайшие несколько лет здесь появится благоустроенная территория с мощным жилым комплексом и объектами социального и бытового назначения. Юго-Западный микрорайон-1 фактически последняя масштабная территория в городе, которая подвергнется комплексной застройке. Привыкшие за долгое время к этому пустырю Брещане даже не всегда готовы представить, что уже через несколько лет это будет район с развитой инфраструктурой и хорошей базой для жизни. Ограниченной территорией будет новой магистралью, которая свяжет микрорайон с кольцом на Варшавском шоссе. Работы действительно много, но результат должен приятно порадовать. Сроки сжатые, уже мы где-то к середине этого года мы должны туда войти в этот микрорайон уже с началом и начинать строить жилые дома. Поэтому время сжатое, время короткое, поэтому надо заниматься вплотную этим микрорайоном. Проект где-то порядка на 120 тысяч квадратных метров жилья, в основном это будут дома КПД панельные, разные многоэтажности, 5, 6, 7, 9, 10 этажей. Будет частично застройка вдоль Варшавского шоссе и вдоль, пока улицы проектированы, 4. Но не только эта строительная площадка сегодня во внимании городских властей. На стадии монтажа котельной по улице Инженерной. Ее появление обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного теплоснабжения нового квартала застройки по улице лейтенанта Рябцева. Кроме того, подключены к системе будут и несколько других районов. Для обслуживания комплекса, который будет отапливать в сутки сотни квадратных метров жилья, смену необходимо всего два специалиста. Плюс котельная, эргономичная и энергоэффективная. Работать она будет на местных видах топлива. Современные котлы белорусского производства Гомельского завода Комконт с повышенными экологическими требованиями, механической топливоподачи и автоматической системой управления. Запустить объект специалисты котельного хозяйства планируют уже летом. Поэтому строители трудятся достаточно активно. Но на этом хозяйственная деятельность в городе не заканчивается. Впереди весна. А это значит, что в активную фазу войдет капитальный ремонт существующего жилья, реновация дорожного полотна, благоустройство и озеленение. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. В эфире программа «Итоги недели». Говорим об актуальном. Согласно последним данным, в Бресте проживают более 16 тысяч людей с инвалидностью. А их физическая адаптация в городском пространстве, комфортное передвижение по городу, возможность самостоятельно пользоваться транспортом, посещать магазины, поликлиники и другие общественные места объединяются под емким понятием «безбарьерная среда». И является одной из важных задач, без которой невозможно гармоничное развитие города. О том, как реализуется данная программа, что запланировано на текущий год и сколько средств выделено из бюджета. А также, как оценивают эту работу сами люди с нарушениями здоровья. Узнаем из сюжета Людмила Лагович. Трёхкратная чемпионка Европы, многократная победительница и призёр чемпионатов и кубков мира по танцам на колясках брещанка Анна Сиротюк ведёт активный образ жизни. Водит автомобили, даже имеет третий разряд по прыжкам с парашютом. Травма в автомобильной аварии изменила её судьбу, но не сломила дух. Девушка открытая, целеустремлённая и коммуникабельная. Она сумела заново выстроить свою жизнь и освоить окружающее пространство. Она, как никто, знает, что безбарьерная среда – не просто красивое словосочетание. Для начала я, когда еду в какие-то незнакомые для себя места, конечно же, я мониторю обстановку, чтобы понимать, потому что, наверное, мы колясочники как муравьи ищем, удобные для себя тропы, потому что, как бы там ни было, всё равно есть нюансы, где недоработана или некачественно сделана безбарьерная среда. Радует, что с годами она улучшается, это даже могу сказать по своему, даже дворику, изначально, когда я сюда вселилась, здесь не было пандуса, здесь было две реки, которые вот одна осталась, да, вот, мне благодаря поддержке мэра города, администрации Ленинского района, ну, много людей было задействовано, и мне в сжатые сроки с резервного фонда были выделены деньги, и было сделать пандус удобный именно для меня. Так и должно быть, ведь каждый человек, независимо от состояния здоровья, имеет право на свободное передвижение с учётом своих нужд и потребностей. Справедливо, что инфраструктура города, его объекты, общественные места и транспортная сеть должны быть продуманы до мелочей, в том числе с учётом пожеланий людей с инвалидностью. В городе Бресте у нас прозвают чуть больше 16 тысяч инвалидов, из них это 1400 дети-инвалиды, большое количество инвалидов, имеющих первую группу, это инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, это 1390 человек, из них где-то порядка 375 человек, это у нас именно на колясках, инвалиды-колясочники. Также у нас 340 в городе проживают инвалидов по слуху, вот, и порядка где-то 1200 инвалидов по зрению. Поэтому категория граждан, которые нуждаются именно по созданию безбарьерной среды, у нас значительные. Ну, у нас в 2001 году была принята государственная программа социальная защита на 21-25 годы, и под программу номер 2, это доступная среда для инвалидов и физически ослабленных лиц, она именно, в ней содержится мероприятие именно по улучшению условий жизни для такой категории граждан. На эти нужды из городского бюджета в прошлом году было выделено более 97 тысяч белорусских рублей, проделан большой объем работ. Мы выполнили по пяти объектам, это по заявлениям именно жителей города Бреста, которые либо стали инвалидностью, либо не могут выйти. Были выполнены, оборудованы пандусами, условиями безбарьерной среды, жилищный фонд. Кроме того, у нас, нашим коммунальным предприятием в Брестке ДЭП у нас было выполнено порядка 1460 квадратных метров плитки тактильной, вы знаете, Мицкевича и Орджоникидзе. Две остановки на Мицкевича Орджоникидзе были оборудованы речевыми электронными информаторами. Информаторами для людей с инвалидностью по зрению оснащен и новый медицинский центр по улице Бориса Маслова. В работе по выполнению государственной программы социальная защита в Брестском регионе активно принимает участие Брестская областная организация «БелТИС», на счету которой несколько успешных проектов, в том числе новый медицинский центр по улице Бориса Маслова. Здесь, в медицинском центре, работы начались еще три года назад на стадии проектировки, и все это делалось за бюджетные деньги. Работали над этим наши областные организации «БелТИС», центральное наше правление и Центр успешного человека. Напольное покрытие изготавливает, вот в этом здании изготавливает наше предприятие в Могилеве «Тифлос». Речевые информаторы изготавливаются Центром успешным человеком. Это единственная разработка у нас в Беларуси, которая существует у нас сейчас. Потому что она решает не только ориентировочную функцию, то есть я могу подойти к любому объекту, к двери, к регистратуре, допустим, к мнемосхеме, но она выполняет и навигационную функцию, потому что там есть дополнительная информация в приложении на мобильном телефоне, где я могу уже узнать более подробную информацию, есть ли ступеньки, есть ли пандус, на сколько метров, где что находится от дверей. Но медицинский центр – лишь один из последних успешных примеров по созданию безбарьерной среды за счет городского бюджета. Сделанное делается весьма много. Так, в прошлом году был понижен уровень бордюров на 105 пешеходных переходах. Предприятием Брестский общественный транспорт было закуплено семь автобусов, восемь троллейбусов и один электробус с функцией наклона кузова при посадке-высадке пассажиров. Для территориальных центров социального обслуживания приобретено два лестничных подъемника, услуги которых можно заказать по телефону абсолютно бесплатно. Но есть в нашем городе предприятия, которые проводят такие работы за счет собственных средств. Среди них и Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. В основном это были все работы, связанные внутри здания, создание путей исследования для лиц инвалидов по зрению. Дополнительно изготавливали таблички с шрифтом Брайля, мнемосхемы, установили три речевых информатора, кнопку вызова на улице и на улице мы сделали тактильную плитку на лестнице. На все эти мероприятия мы затратили 12 тысяч рублей. Стоит отметить, что из средств городского бюджета в 2022 году на выполнение программы социальной защиты выделено 207 тысяч белорусских рублей. Планируется закупка еще двух лестничных подъемников, реновация пяти объектов жилищного фонда по заявлениям граждан, адаптация трех объектов торговли и двух объектов учреждения образования. Люди с нарушениями здоровья не должны становиться заложниками обстоятельств из своей квартиры. И хорошо, что в нашем городе это понимают. Людмила Логодич, Александр Воронин, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Мы подводим итоги прошедшей семидневки, выбирая главное событие – мероприятие новости. Старт очередной рабочей недели по всей стране, в том числе и в Бресте, получился достаточно обсуждаемым. Речь об очередях, которые выстроились в поликлинике в красные зоны. К сожалению, медики Бреста констатируют, с прошлой пятницы заболеваемость коронавирусом типа омикрон выросла. Кроме того, остаются актуальными сезонные вирусные заболевания и ротовирусы. Причем это касается как взрослого, так и детского населения нашего города. Чтобы оценить нынешнюю обстановку и проследить имеющиеся тенденции, наша съемочная группа посетила несколько медицинских учреждений областного центра. Что из этого вышло, подробнее в нашем следующем материале выпуска. На часах 9 утра в центральной поликлинике по улице Советской Конституции идет плановый прием пациентов. Работы ведутся в два этапа. Те, кто имеет симптомы подобной вирусной инфекции, обслуживаются в красной зоне с другой стороны учреждения, а пациенты, обратившиеся за помощью по другим вопросам, в зеленой традиционной. Сегодня здесь типичная для поликлиники обстановка. Хотя так было на неделе не всегда. Где-то с пятницы уже пошел рост заболеваниями острыми респираторными вирусными инфекциями и ковидной инфекцией. Ну, скажем, пик у нас был вот в этот понедельник на этой неделе, особенно после выходных. Но даже несмотря на то, что наши поликлиники взрослые работали в субботу и воскресенье, пик был. Значит, еще раз скажу, это обусловлено ростом заболеваемости как ковидной инфекцией, так и острыми респираторными инфекциями. Вот этот вирусомикрон, который к нам пришел, он более такой заразный и поражает очень сильно население, сильнее связывается с рецепторами. Но нагрузка выглядела так, вот если даже сравнивать понедельник и вторник, то во вторник уже нагрузка была порядка в два раза меньше. Конечно, у нас было задействовано очень интенсивно наши красные зоны, интенсивно задействованы были контактные бригады, которые ездят, обслуживают ковидных пациентов на дому. Ну и, конечно, выросло количество обращений на дом. Если так вот брать понедельник, то количество вызовов на дом, даже в среднем, по одному даже участку составляло в среднем около 15 вызовов. Довольно солидная нагрузка была. Медики констатируют, количество заболевших коронавирусом типа омикрон существенно возросло. Кроме того, не сбавляет активности сезонное вирусное заболевание. Именно поэтому врачи рекомендуют горожанам воздержаться от похода в людные места, по возможности больше находиться дома. А если все же коварные симптомы дали о себе знать, лучше будет вызвать врача на дом, либо получить больничный по вновь введенным правилам. У нас по указу президента по 143, это 14-й пункт, наниматель имеет право, когда его работник заболел, значит, три дня поболеть без больничного. Есть такое. Конечно, наверное, в этой ситуации надо этим воспользоваться. Особая активность наблюдается в эти дни и в новых учреждениях областного центра. Речь о взрослой поликлинике номер 5 и детской поликлинике номер 3. Кроме того, что обстановку накаляют сезонные заболевания, учреждения пока только начинают набирать темп работы. Как отмечает главный врач поликлиники номер 5 Михаил Казинец, сейчас помимо подбора кадров и ввода в эксплуатацию оборудования, разрабатывается нормативная документация. Специалисты адаптируются на рабочих местах. Нарабатывается необходимая база, собирается статистика. Врачи и средний медперсонал знакомятся с населением. Все это требует времени. 29 тысяч 100 взрослого населения обслуживает наше учреждение на начальном этапе. В дальнейшем население будет увеличиваться в связи с тем, что идет застройка нашего района. И мы будем готовы его обслуживать в большем количестве. На сегодняшний момент какие возникают вопросы? Ну, в первую очередь, люди знакомятся с регистратурой. Люди знакомятся с коллективом. Люди знакомятся с новыми информационными технологиями, которых в поликлиниках города еще пока не было. Поэтому есть вопросы, которые в техническом плане могут возникать у пациентов. Но медицинские регистраторы всячески пытаются им помочь и решать их проблемы. Где-то приписать, где-то помочь им сориентироваться по кабинетам, помочь сориентироваться с участками. Конечно же, все гладко и ровно не бывает, потому что мы новая организация, мы начали работать с нуля. Соответственно, возникают небольшие проблемы, небольшие вопросы, которые, я так думаю, будут решаться со временем. Кроме того, пока вызывает еще некоторую настороженность, современная регистратура, с условиями работы которой люди только знакомятся. Это создает дополнительные вопросы и некоторую очередность. Аналогичные процессы в детской поликлинике номер 3. Хотя папа и мама уже активно поспешили за консультацией сюда. Прием участковым педиатрами открыт. Сегодня есть некоторая потребность в узкопрофильных кадрах. Этот вопрос, скорее всего, будет решен уже летом. Пока же все идет согласно плану работы, а имеющиеся шероховатости будут постепенно сглаживаться, когда все станет более понятно. Много пациентов обращаются за медицинской помощью, идет рост заболеваемости. Также нам нужно организовать работу колл-центра для того, чтобы люди могли дозваниваться к врачу и обеспечить вызов на дом. В колл-центре можно узнать расписание врачей, также можно узнать справочную информацию, к какому относятся участку, какое время работы врача-педиатра. Также можно узнать, кто у них врач и медицинская сестра. Проверка медучреждений на прочность и состоятельность продолжится. Об этом, к сожалению, говорят цифры статистики по заболевшим коронавирусом. Но не стоит забывать и о других заболеваниях. В настоящее время по Брестской области, как и в целом по Республике Беларусь, наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и ковидом заболеваемость выросла. Причем прибавляют как дети, так и взрослые 50 на 50. Дети прибавляют еще стремительнее, чем взрослые, они уже 70% добавили. Мы, собственно говоря, и прогнозировали этот подъем. Каникулы школьные окончились, дети пошли учиться, активно общаются. Кроме того, конечно, вносит свой вклад и штамм омикрон коронавируса, который более контагиозен, то есть более заразен, чем предыдущий вирус Дельта, штамм коронавируса. Поэтому, конечно, мы видим это по цифрам, эти приросты. Именно поэтому иногда так важно проявлять самостоятельную ответственность по отношению к своему здоровью, а порой и лояльность в адрес тех, кто все же старается помочь нам. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». У белорусской медицины женское лицо. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал – женщины. Именно они трудятся в самых главных медицинских сферах – терапии, педиатрии, кардиологии, гинекологии. Так уж сложилось, что на женщинах держится основная, можно сказать, рутинная работа. И, наверное, не случайно уже шесть лет во всем мире отмечается День женщины-врача. Праздник посвящен Дню рождения Элизабет Блэк-Уэлл – первой женщины-врача в США. А сколько потрясающих докторов, прекрасных дам у нас в Бресте. Добрые, заботливые, умные, сильные, терпеливые и решительные – вот портрет современного доктора-женщины. Они совмещают в себе женские и мужские качества, особенно если это врач-хирург. Героиня нашего следующего материала – Светлана Воронцова, врач-комбустеолог ожогового отделения Брестской областной клинической больницы. Такой выбор – лечить людей – однажды сделала сама и считает его правильным, так как любит свою работу и, что немаловажно, получает удовлетворение от того, что может помочь людям, пришедшим к ней за медицинской помощью. Анастасия Милишкевич продолжит тему. Начну издалека. Мой интерес вызвало ставший афоризмом еще сто лет назад высказывание канадского врача Уильяма Ослера, что существует три категории людей – мужчины-женщины и женщины-врачи. Сегодня женщина-врач уже совсем не экзотика, но все же в хирургии по-прежнему женщин намного меньше, чем мужчин. Но каких женщин? Одна из них – Светлана Воронцова, хирург ожогового отделения Брестской областной больницы, развенчивает с собой эти стереотипы. Работая в мужском коллективе, наблюдая кровь, человеческие страдания, она не грубеет, не черствеет, и чужие страдания всегда принимает близко к сердцу. И вот тут возникает вопрос – почему же все-таки врач – хирург ожогового отделения? Ведь это все же нелегкая работа. Я не помню, чтобы в детстве я игралась в больницу, в доктора, лечила куклы, но я помню, что я всегда хотела работать в медицине. Это было неважно кем – медсестрой, врачом. Поэтому мой медицинский опыт начался с медицинского училища. Я его закончила, поработала некоторое время медицинской сестрой и поступила в Минский медицинский государственный институт. Закончила его, была распределена в город Брест, в шестую поликлинику, врачом-хирургом. В процессе моей трудовой деятельности сложилось так, что трудовой путь привел меня в ожоговое отделение Брестской областной клинической больницы, в чем я ни одного дня не пожалела и не сомневалась в специальности, которую я выбрала. У Светланы Вячеславовны получается быть отличным хирургом и одновременно оставаться настоящей женщиной. А с ее внешностью можно и в модели. Но только она даже не задумывается об этом. А все потому, что очень сильно любит свою работу. Работу, на которой проводишь больше времени, чем дома. Работу, когда систематически не высыпаешься. Работу, когда встречаешь праздники за операционным столом. Уже порядка 30 лет она отдала своей любимой профессии и останавливаться не собирается. В ожоговом отделении Брестской областной больницы я работаю уже чуть больше 20 лет. И за это время я все больше и больше проникаю в свою специальность, в нашу профессию. И я не потеряла оптимизма и желание работать в ней. В Светлане Вячеславу не сразу чувствуется характер, но при этом никаких мужеподобных черт. Только сталь во взгляде и голосе, утонченные манеры и разговор по существу. Интересно, женщина-хирург дома и на работе – это один и тот же человек? Я могу сказать, наверное, такой фразой, что я с радостью иду на работу, и с такой же радостью и счастьем иду домой. К своим пациентам Светлана Вячеславовна относится с особым трепетом, ведь все они люди разные. Бывает, человек капризничает в силу своего нездоровья, родственникам кажется, что врачи мало уделяют внимания, поэтому спасибо на самом деле скажет не каждый. Но в работе хирурга важна самоотдача и личный результат. Если хирург видит, что все сделал правильно, на душе от этого легко и спокойно. В своей работе как врач я считаю своим коньком – это то, что я каждого пациента считаю главным. Неважно, насколько тяжелой болезнью он страдает. Светлана Вячеславовна поделилась с нами очень интересным фактом. Как оказалось, женщины-пациенты гораздо лучше соблюдают рекомендации, чем мужчины. Есть семейные пары, в которых муж даже не знает, какие лекарственные препараты он принимает, какие таблетки пьет. Даже название болезни иногда не знает, а об этом всем знает его жена. Она следит за его здоровьем. Не только за своим здоровьем, но и за здоровьем своей второй половинки. Это тоже очень приятно. В любой профессии должно быть призвание, а в медицине это особый случай. Именно здесь люди доверяют самые важные и сокровенные. Интересно, вернувшись в прошлое, изменила бы Светлана Воронцова решение своей профессии? Если бы случилось так, что вернулось в прошлое, и мне предстоял бы снова выбор профессии, я бы однозначно выбрала медицину, я бы однозначно выбрала профессию врача. И знаете, что, может быть, я бы еще раньше стремилась бы попасть на работу в ожоговое отделение. Когда речь идет о человеческой жизни, нет права на ошибку. А потому такие профессионалы, как Светлана Воронцова, достойны места в медицине. Именно такая любовь и самодача не могли остаться незамеченными со стороны руководства, коллег и пациентов. Это тот человек, у которого золотые руки, у которого светлая голова, которая все умеет делать в своей специальности, к которой идут пациенты, которых она любит, уважает, и которых благополучно вылечивает, доводит до их полного выздоровления. Светлана Вячеславовна Воронцова – это опытнейший доктор, первоклассный хирург, ну и прекрасный человек. Она очень хороший доктор, квалифицированный. Она замещает нашего заведующего отделением. Очень внимательный, отзывчивый, чуткий человек. Всегда приходит на помощь. Всегда в хорошем настроении. Это настроение передается нашим пациентам. Вы сами понимаете, что не только лекарства лечат пациента, но и внимание, улыбка. Светлана Вячеславовна – врач от Бога. Очень отзывчивый человек. Всегда придет на помощь. Всегда вежливая, отзывчивая. Как человек она очень добрая, внимательная, как специалист, она профессионал в своем деле. Потому что я могу это с уверенностью сказать, так как я уже больше месяца лежу в этой больнице, именно она меня лечит, ведет меня. Иногда она строгая. Но это для лечения, для выздоровления, это очень, я считаю, надо даже строгости. Потому что если этой строгости не будет, не будет и нормального лечения. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Все люди знают, что любые возгорания гаснут благодаря специальным огнетушащим средствам. Огнетушители сегодня обязательны практически в каждом помещении и транспортном средстве. Но немногие знают, как правильно им пользоваться и какие манипуляции с ним надо проводить, чтобы железный огнеборец всегда был в исправном состоянии. Поэтому корреспондент телеканала БУК-ТВ Александр Богданович в преддверии дня рождения огнетушителя, который отмечают 7 февраля, лично разобрался в принципе работы огнегасителя. Все подробности далее. История огнетушителя берет свое начало в далеком 1863 году. Именно 7 февраля американский инженер Алан Крей впервые его запатентовал. Это тоже была цилиндрическая колба, из которой под напором воздуха выходило тушащее вещество. Но прогресс не стоял на месте. И вместе с тем появились различные виды огнетушителей. Воздушные, эмульсионные, порошковые, углекислотные. Каждый из них предназначен для устранения пламени при возгорании в любых условиях. Сегодня практически в каждом помещении или транспортном средстве на вооружении стоят именно порошковые огнегасители. Потому что они одни из самых практичных в использовании. В случае возникновения какого-либо возгорания грамотно воспользоваться огнетушителем в данной ситуации порошковым, нам нужно выполнить ряд определенных действий. Надо запомнить этот алгоритм, чтобы не растеряться, чтобы знать, что делать. В первую очередь нам нужно удалить пломбу и чеку. Пломба свидетельствует о том, что этот огнетушитель до вас еще никем не использовался. Чека предохраняет рычаг от случайного нажатия, пока мы транспортируем огнетушитель к месту возгорания. Конечно, предпочтительно чеку и пломбу удалить одним движением. После того, как у нас огнетушитель готов к использованию, сначала мы должны взять шланг, направить его на возгорание, после чего нажать на рычаг. После того, как мы использовали огнетушитель, его не мешало бы перезарядить. Для этого съемочная группа Бук ТВ отправилась в белорусское добровольное пожарное общество, где нам с этим помог специалист Илья Мартынюк. Для начала надо разобрать огнетушитель полностью. Мы его разбираем, насколько это возможно. То есть выкручиваем шланг, если такой имеется. И вдеваем мурштук вместо шланга, чтобы открутить верхнюю часть, так называемое запорно-пусковое устройство самого огнетушителя. Зажимаем тиски. И откручиваем. Откручиваем медленно, потому что внутри огнетушителя может оставаться остаточное давление. И тем самым оно тихонько его сбрасывает. Если прислушаться, то оно шипит. Достаем полностью все. И это все меняем. После этого колбу пустую, без порошка, мы отправляем на заправку. Поднимаем установку, встряхиваем остатки порошка. Проверяем вес. Он должен быть 4, выше 4 килограмм. Отправляем огнетушитель в страховочное приспособление для огнетушителя. Для зарядки его. И таким образом наполняем его сухим воздухом. По индикатору в зеленый сектор отправляем стрелку. Готово. К слову, проводить такие манипуляции с огнетушителем надо не только после его использования, но и во время длительного простоя. Нужно постоянно следить за состоянием давления в огнегасителе. И стрелка всегда должна находиться исключительно в зеленом секторе. В ином случае он просто не сработает. В офисных помещениях перезарядка проводится раз в 5 лет. И раз в 2 года, если огнетушитель находится непосредственно в салоне автомобиля. Внимание к данному средству пожаротушения пристальное. А потому и дата 7 февраля особая. Именно этой датой можно считать дату рождения огнетушителя. Ну, многие из нас могут и не знать о существовании данной даты. Но нам, как специализированной организации, которая является поставщиком огнетушителя, ну и в дальнейшем производящей их обслуживание, это как не лишний повод напомнить нашим гражданам, насколько это устройство или средство первичного пожаротушения важно. И его как бы необходимо иметь в своем автомобиле, дома, в офисе, в производственных помещениях. Помимо того, оно, как любое техническое устройство, требует за собой ухода. Белорусское добровольное пожарное общество уже много лет помогает гражданам в обслуживании огнетушащих приспособлений. Также на территории комбината расположен магазин, где реализуется противопожарное средство. Поэтому любой желающий всегда может обратиться за профессиональной консультацией специалиста. Александр Богданович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова